Уважаемые депутаты, я немного займу ваше внимание, немного запятенную положусь. Для того, чтобы разобраться с другом, ранее я инициировал, вы помните, мы рассматривали, принимали постановление, поимобязывались в Солнечный комитет предоставить нам информацию. Но я в контексте запрашивал и на счет выделения денег с фонда субсидирования и поддержки предпринимательства для того, чтобы понимать картину. И в связи с чем, в моем обращении было, мы обсуждали, что много есть информации, очень много информации есть не только в СМИ, и мы не располагаем только информацию с Фейсбука для того, чтобы ставить на официальное повестское заседание, для того, чтобы разбираться по данному поводу. Но по некоторым, даже выборочным проектам, которые получали некоторые получатели грантов, вызывают много вопросов. Ну, в частности, там положение, первое, соглашение между Европейским Союзом и исполнительным комитетом. Исполнительный комитет является конечным бенефициаром. Да, деньги выделял, значит, Европейский Союз по разным фондам, но конечным бенефициаром был исполнительный комитет. Сполнительный комитет разработал программу, и, соответственно, по данной программе были определенные требования по подбору кандидатов. Понятное дело, что по многим проектам были конкуренты, и, соответственно, исполнительный комитет, изучая одного, второго, где-то, может быть, попадался кто-то некорректный, где-то, может быть, непорядочный, условно говоря, не проходил конкурс. То есть, подбирал максимально, создал условия для отбора кандидатов. И, конечные итоги, что мы имеем? Вот ряд информаций, можете проверить даже по документации, что у вас есть. Можно пройтись по ним, по некоторым. Я хочу, Олеся Федоровна, я хочу, чтобы вы просто понимали все. Вот та информация, которую даже нам предоставил исполнительный комитет, здесь указана в таблицах, что, по сути дела, одни и те же бенефициары получали по 2-3 гранта, по 40 тысяч евро, то есть, что по регламенту, по соглашению с Европейским Союзом, это является грубым нарушением ЕМО. Дальше, есть пункты, где там должны были быть созданы рабочие места. Один должен был создать там 11 рабочих мест, а другой там столько-то. Главный момент еще есть, что для получения грантов, чтобы все понимали, грант это безвозмездные деньги, это часть проекта. Другую часть человек, либо предприятие, либо индивидуальное предприятие должен вложить. То есть, в данном случае, по положению, например, для малых предприятий, положение разработано, что минимум 40% от витилярных грантов он должен в определенный период вложить. То есть, если он получил 10 тысяч евро, то 4 тысячи евро он должен вложить, предположим, для того, чтобы этот проект заработал. Я почему и задал господиже Чувальский вопрос. Как они мониторят? Потому что, по аналогии, по-другому она быть не может, да и в республике, и у нас есть тоже закон о субсидировании, есть процедура выдачи и контроля мониторинга по получателям. То есть, на конкурс у нас, ну и получают, и, соответственно, потом мониторят. К примеру, если получили оборудование или технику какую-то, то запрещается отчуждать в течение трех лет. Поэтому я задаю вопрос. Если, к примеру, есть, значит, информация, причем немало, что одно и то же оборудование кочевало, значит, от одной фирмы, от другой получали гранты. Мы абсолютно не обладаем никакой информацией с вами. Европейское Союз выделило. Вот вы сейчас мне представили на мой дополнительный запрос, что там примерно 5 миллионов евро. Я сейчас не буду уточнять, но примерно порядок цифры такой. На те или иные направления. Мы абсолютно не владеем информацией, каким образом все это происходило. Мы видим, что очень много шума, мы видим, что очень много несправедливости. К примеру, я вам сейчас говорю, значит, такой пример. Я этот факт не проверял, но хочу проверить. И думаю, что у многих появится подобное желание. Мне звонят с Казакли, говорят. Семья Киор получила в общей сложности 40 тысяч евро на создание некой гагаузской кухни. Презентация прошла, ничего не работает. Другая компания, Ковыржики в Казакли, получили 54 тысячи евро. Я как производят конфеты, но никто в Казакли не знает, кто это производит. Я вам говорил уже ранее, в Томае у нас, любой человек, спросите, что тракторный завод, а слушай, там нету сбора тракторов. Там просто-напросто перепродаются трактора белорусские. Ну и, слава богу, пусть продают. Но нужно говорить людям правду. И выделяются гранты на эти предприятия, и толку от них никакого нет. Мы знаем информацию о том, что там кто-то получил грант на разведение раков в Чедрунге. Второе там для производства грибов. Я хочу понять, какая социальная или вообще целесообразность всего этого общего проекта. Для экономики, для того, чтобы сначала депутаты разобрались, а потом выдали информацию обществу, что Европейский Союз в тот период нам выдал 5 миллионов евро, и мы такие молодцы, посмотрите, создали мы столько проектов, столько рабочих мест создано, столько налогов начали собирать, и пошел рост. То есть мы благодарим Европейский Союз за эти деньги, за то, что мы получили серьезный эффект. А в итоге что мы получили? Я пока не понимаю. Пока, извините, я вижу дырклад публика. Я только владею информацией, множественной информацией, что создавались проекты, они презентовались, демонстрировались, а по факту ничего и нет. Вот в чем есть вопрос. И когда я задаю, первоначально давали запрос, когда мы с вами вместе востребовали от ИСФК, чтобы нам предоставили полную информацию, для того, чтобы мы получили полную картину с вами, полную картину на все 5 миллионов евро. Куда, значит, направлялись, какие проекты реализованы, сколько рабочих мест создано и так далее, нам говорят, извините, это конфиденциальная информация. Они балованы же, мы круглые. Четко здесь прописано, что конфиденциальность, это предусматривается заключение соглашения между Европейским Союзом и бенефициаром. То есть составляющего договора. Мы туда не лезем, нам это не нужно. Нам нужен продукт. Ведь все то, что выделил Европейский Союз, это является общим достоянием Гагаузии, и оно идет через бюджет Гагаузии. Это не собственность исполкома, либо чья-то. И мы обязаны, как депутаты народного собрания, поскольку контрольные функции возлагаются на нас, проверить это все. В связи с чем, собственно, мы обсуждаем данный вопрос. Ко мне буквально на днях обратился человек, он был у меня, потом направо официальное письмо, вот оно у меня есть, от компании Точка Роста. Некто Александр Бабовов. Проект 8 миллионов лей. Я хочу вам просто зачитать, чтобы потом не было. Проект был на 8 миллионов лей. Значит, для разработки программного обеспечения системы документа оборота и системы учета кадрово-исполнительного комитета Гагаузии, включая еще единый информационный портал АТО Гагаузии и система координации с донорами. На весь этот проект 8 миллионов лей выделено. Я сейчас беру за скобку, почему столько, но человек мне популярно на техническом языке объяснил, что он предоставил все документы, еще две компании Кишиневские участвовали, и та, которая выиграла тендер, она сфальсифицировала тендер, не предоставила принципиальные документы, которые обязательно нужны для проведения тендера, и в конечном итоге он не выдал продукт, который обязан был выдать до 28 ноября прошлого года. То есть презентация была, продукта нет, система не работает, ничего не работает. Как, собственно говоря, с производством конфет, раков и так далее. И у меня складывается разумное подозрение, предположение, что все это было системно поставлено на поток. Презентовать, показывать, а в итоге мы ничего не имеем. Когда мы эту проблему поднимаем, говорят некоторые коллеги, извините, это бьет по юлиджу Гагаузии, как мы можем обратиться к послу Евросоюза? А кому мы должны обратиться? А если завтра будет контроль? А я знаю, хочу сказать, что уже инициируется проверка в Еврокомиссии, в Европарламенте, именно по этим вопросам, что Гагаузия получила вот эти гранты. Я хотел бы видеть, может быть, пригласить своего господина Чабана Владимира Петровича, который сейчас сидит уже в Молдово-ГАЗ, курируем этим миллионами евро. Куда эти проекты делись? И с учетом всех этих вопросов мы не можем быть в стороне. Мы не можем с вами принять за основу то, что нам сегодня пытается нечестно надвить исполнительный комитет. Мы с вами обязаны разобраться. Поэтому я считаю, что наш долг, наш долг разобраться, потребовать, вот как исполнительный комитет нам дал на 350 тысяч евро, по факту 5 миллионов. Они обязаны предоставить нам информацию получателей, как мы запросили. Я запросил корректно, догонку я им дал, запрос с таблицами, чтобы им легче было заполнить таблицы, чтобы мы с вами видели картину. Получил некое лицо, купил оборудование, создал там 5 рабочих мест, производит конфеты. Боже упаси, ради Бога, пусть это делает. Но если непорядочный, если он не исполнил, то надо истребовать оборудование обратно, например, или деньги требовать обратно. И мы должны видеть, каким образом проходил вообще этот отбор, с учетом того, что, не то что наверняка, было очень много добросовестных участников, которые остались за бортом. Вот чем есть вопрос. Поэтому я считаю и просто хочу, чтобы вы поняли, очень важный вопрос. Мы обязаны создать свою комиссию, свою комиссию создать, не для того, чтобы, как говорят, создать комиссию, чтобы похоронить, а именно расследовать, участвовать, потребовать исполнительного комитета. Мы имеем право. Я почему задал госпожей Чувальской вопрос. Сколько вы мониторите? То есть, нам неужели трудно, даже если вы не владеете информацией, запросить у этих бенефицаров, предоставить депутатам информацию, работают или не работают эти предприятия. Может быть, мы изъявим желание кого-то посетить, какие-то предприятия. Ведь если создано столько предприятий, если во благо пошли эти деньги, то это нужно показывать, этим гордиться. А исполнительный комитет от нас все прячет. Прячет, потому что везде фарс. Можете суд меня подать, Елена Федоровна, как господина Черниева. Проблем нет, я с удовольствием буду отставить интерес. Но я считаю, что здесь были построены схемы по отмыванию и по выводу денег. На этом точке. Мы обязаны с вами разобраться, поэтому прошу поддержать позицию, значит, создать комиссию по расследованию, значит, и всех тигрантов. Мы обязаны этим заняться. Спасибо.